Система электронных закупок, или ЭИС, создана, чтобы государственные и муниципальные учреждения закупали необходимые вещи, начиная от компьютерной техники, медикаментов и офисных товаров, и заканчивая чаем. Здесь закупается и латвийское телевидение. И вот, разгружая очередную поставку чая, выясняется, что он сделан в России, в Санкт-Петербурге. Председатель правления латвийского телевидения говорит, что продавец предоставил ложную информацию. Поэтому товары будут отправлены обратно. В таких условиях весьма сомнительно, совместима ли поддержка экономики откровенно враждебного государства с общими ценностями телевидения и латвийского государства. На пачке чая указано, что она была произведена в Санкт-Петербурге спустя долгое время после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предприятие «Ланекс», поставившее товар, выиграло открытый конкурс на право поставок продуктов участникам системы ЭИС. Компания от комментариев отказалась. Систему ЭИС курирует Государственное агентство регионального развития. Там говорят, что отследить производителей каждого товара по десяткам тысяч товарных позиций невозможно. Поэтому поставщиков товаров письменно предупреждают о регуле Совета Европы, которая касается публичных закупок. В ней говорится, что покупать товары в России запрещено. «Особо подчеркивается, что это касается не только прямых поставщиков или импортера, от которых «Ланекс» получил этот товар, но и всей цепочке поставок». Член правления «Ланекс» в прошлом году письменно подтвердила, что условия, которые записаны в регуле о поставках, её компания не нарушает. «На данный момент мы заблокировали продажу этого товара и будем требовать «Ланекс» объяснений. Тогда комиссия по нарушениям в стандартном порядке решит, какими будут дальнейшие действия». В агентстве говорят, регула принята с 8 апреля 2022 года. И с тех пор это первый случай, когда какую-то компанию поймали на поставке произведенных в России товаров в рамке публичных закупок. Продажа, казалось бы, невинного чайного пакетика в такой ситуации, возможно, может быть расценена как нарушение международных и государственных санкций, что в Латвии является уголовным преступлением. Дело передадут в правоохранительные органы. Редактор субтитров А.Семкин